И мы по-прежнему на блокчейн ЮА9 в Киеве на стенде Trusty Wallet. Я Евгений Романенко, амбассадор. Рядом со мной дама, не спешите делать выводы по ее внешнему виду, потому что вы не знаете, кто это. Это Анна Воеводина. Она скромно называет себя юрист криптобиржи Куна. Но это феноменальный энергайзер, потрясающий души человек, эмоциональный. Посмотрите только на этот... Я не знаю, у женщин у вас самые разные оттенки красного. Как называется этот цвет? Ну, наверное, фуксия. Фуксия, цвета фуксии и феноменально-феноменально грамотная, юридически глубокая дама с ней. Прекрасно беседовать. Там все, что касается юриспруденции. Анечка, как так получилось? Дамы вообще редко находятся в индустрии. Как дам заносят в крипто? Дамы очень любят деньги, поэтому они идут в крипто. Но дамы типа тебя любят не только деньги, любят еще интересные схемы и юриспруденции. Я точно могу сказать, что в моей профессии это, наверное, самое интересное, что со мной случилось. Это юридическое сопровождение криптовалюты, потому что это всегда новое. Я еще ни разу не видела ни один реально проект, который на 100% похож на другой. Каждый раз, когда я работаю и с кейсом на Куни, и вообще с рынком, это всегда что-то невероятное. В этом плане, наверное, самого интересного, что со мной в том числе сейчас происходит, это мы пишем закон по крипте. И мы пытаемся... У нас две задачи. Мы пытаемся, с одной стороны, выполнить требования международных организаций, чтобы нас везде пускали. Я говорила на сцене о том, что очень не нравится мне, что нам не доступен ни Bittrex, ни Coinbase. Для Украины закрыты многие площадки, как раз из-за того, что у нас нет регулирования. С другой стороны, мне хочется не перебдеть, потому что я понимаю, что рынок, который сегодня чувствует себя достаточно свободно, он готов быть где угодно, но пока он вообще не представляет, как ему быть в Украине. Поэтому мы пытаемся написать очень все просто, чтобы четыре вида субъектов, те, кто делают хранение криптовалюты, кошельки, те, кто делают обмен криптовалюты, это обменники, те, кто делают перевод криптовалюты, там так называемый трансфер, и те, кто оказывают последнические услуги. То есть это, грубо говоря, брокеры, дилеры, имитенты, которые выпускают виртуальные активы и торгуют ими на вторичном рынке, чтобы они попали под регулирование, под максимально мягкое регулирование. И мы хотим дать легальный статус криптовалюте, для того, чтобы любой субъект мог его купить, продать. Это было понятно банку, это было понятно любому проверяющему органу, и чтобы у этого было льготное, лояльное налогообложение. Потому что сегодня, если вся гривна, которая выйдет к вам на счет, она вся обложится налогом. Мы хотим, чтобы налогом облагалась только разница. То есть если у тебя есть прибыль, ты платишь 5%. То есть с этой прибыли по результатам года. Если у тебя убыток, ты не платишь ничего. Рядом с тобой сейчас, до тебя здесь стоял мой коллега Семенкова Лаушенко. Мы с ним обсудили тяжелую долю SEO криптовиржи. Я хочу спросить, а тяжело ли быть юристом криптовиржи? Ну, я не могу сказать, ну это забавно, это очень интересно. Да, это достаточно много работы. Это, ну ты всегда, ты всегда как бы в процессе, всегда на связи. Нужно очень много учиться, много читать, потому что в этом мире просто... Вот если обычно как, право идет впереди, это так. То есть сейчас госорганы мира стали настолько умные, что если в Украине все пока глухо, то во всем мире все очень, очень не глухо. То есть, например, там в Великобритании уже есть, там, уже давно есть разъяснение по налогообложению аэрдропов. То есть там, по тому, как работает да, платформа. А у нас биржа загрязнена в Англии, у нас есть компания в Эстонии, мы получаем лицензию сейчас. Мы рисуем свой собственный сервис упрощенной верификации, потому что мы хотим стать... Когда вступит в силу наши законодательства, мы хотим стать одним из тех, кто делает верификацию в Украине. То есть у нас очень много проектов. Ну да, это, наверное, тяжело, но это очень интересно. Это не приводит к тому, что улыбки своего лица... Я люблю свою работу. В чем секрет твоей улыбки, в чем секрет твоей энергии, где тот атомный реактор, ядерный, который... Ну, нужно просто... Не знаю, может быть, это звучит как-то фаталистично. Но нужно просыпаться каждый день и думать, что, блин, если сегодня не будет круто, не факт, что послезавтра вообще будет. Поэтому нужно радоваться каждому дню, а в каждом дне, по-моему, столько прикола. Сегодня конференция, она... Это для нас большой шаг, потому что мы долго к ней шли из-за того, что был карантин. Приятно видеть людей через год, видеть, что у них все классно. И, конечно, сегодня биточек прям просел, просел. Но я думаю, что это связано с тем, что Илон Маск просто решил закупиться, да? Вот. Поэтому он сейчас закупится, и мы снова вырастем. И все будет зашибись. Что такое блокчейн.ua? Стал ли этот ивент визит к карточке и крипту проекта? Я думаю, да. Потому что это достаточно серьезное событие. Во-первых, оно стало серьезно экспертно, да? То есть, потому что мы здесь уже прям, ну, не сидим как хомячки, обсуждаем такие речи. Я часто вижу, что многие из Европы, из США, они едут сюда. А, например, недавно была конференция в Турции. Я знаю, что, ну, многие наши знатоки, эксперты, да, у нас на рынке реально много крутых экспертов. Они сказали, ну, неплохо, но ничего особенного. То есть, здесь как раз можно реально очень много всего узнать. Во-первых, по тех направлению, потому что, ну, разрабы у нас очень крутые, да, в Украине. То есть, ну, мы знаем, что такое смарт-контракты и классно их пишем. Даже несмотря на то, что мы, у нас нет регулирования, но по legal части мы тоже очень крутые. По investment, то есть, ну, здесь круто. Я рада, что это произошло. Я поздравляю организаторов, что они наконец-то это сделали, потому что они несколько раз это переносили. И у них такая выдержка, и при этом они умудряются это сделать так невероятно, ну, насыщенно, так по-богатому. Ну, то есть, это красиво. Я очень рада, что это произошло. Пожелание мощному, прогрессивному, яркому, неординарному, где-то, может быть, разновекторному, но такому классному украинскому криптокаминщу от Анны Воевых. Я желаю успехов. Я желаю, чтобы то, что началось карантин, продолжалось дальше. Это, во-первых, глобализация. Всем стало все равно, где мы живем, да. Я вижу, что люди стали как-то вот здоровее, да. Я их год не видела, но все как-то вот видно, что все получили кайф от того, что произошло. И я знаю, что криптоны, они очень гибкие. Я желаю им быть очень гибкими и каждый день жить только в счастье. Не расстраивайтесь из-за курса. Мы все знаем, особенно для майнеров, что петляющий курс – это хорошо. Поэтому ищите возможности в любом событии, которое происходит. Крипта – это как раз про это, про возможности. Зарядиться от энергии и улыбки, как от батареек Анны Воеводина, а также ее глубочайшими профессиональными знаниями. Ей слив часами можно говорить на тему того, что происходит в индустрии. Всегда можно. И нам можно сделать сегодня на учении Анны Воеводина, юрист Куни. Наргуйте на Куни. Спасибо.